Привет, друзья! С вами репетитор по биологии Мария Семочкина. И репетитор по биологии Мария Семочкина заявляет, что собирается сдавать ЕГЭ по химии 25 марта. В досрочный период. В связи с чем я запускаю такой своеобразный челлендж выучить химию за 15 недель и приглашаю тебя в нем поучаствовать. Будешь учить химию вместе со мной. Но если ты вдруг по какой-то причине еще не взялся за это дело, то у тебя есть прекрасный шанс сделать это бесплатно. Присоединяйся ко мне, ставь лайк под видео, если идея тебе нравится. А сейчас я расскажу немножко позднее. Чего сказала? Подробнее. Расскажу немножко подробнее. Я уже немножко подготовилась. Ну, в смысле, я еще ничего не начинала учить. Я нашла учебники. Нашла учебники, которые у меня остались еще в со-школы. Ну, вы понимаете, это еще 2006-2007, наверное, года. Вот что у меня есть. Это Кузьменко Еремин. Да, Кузьменко Еремин. Попков или Попков? Я думаю, Попков. Простите меня, Попков. Ну, вы понимаете, да, что они очень старые. Очень старые, потому что я училась по ним еще в школе, наверное, с 9 по 11 класс. Ну, я не скажу, что я по ним училась. До второго тома я так и не дошла. А первый, я не знаю, может, до половины прочитала. Ну, они примерно 2005 года. Ссылку на них под видео я оставила. Скачивай, смотри. Будем по ним учиться. И, конечно же, я думаю, учиться мы будем преимущественно. Поэтому это Егоров. Он тоже у меня остался еще со школы. То есть это очень старое издание. Сейчас, конечно, уже намного новее они. Но содержание, я не думаю, что сильно изменилось. В любом случае, учиться я буду по нему. Я не собираюсь еще и по химии кучу учебников накупать. Да. Ссылка под видео в описании есть. О, смотрите-ка, что нашла. С новосельем, друзья. Вот. Будем учиться по этой книге. Она, кстати, бракована. Я всегда возмущаюсь по этому поводу. У нее на первом форзации таблица вверх ногами. Что еще я нашла? Я нашла вот эту вот книжку. Она тоже у меня, конечно же, со школы. Решение задач по химии. И вот я помню, что, по-моему, из-за того, что я не смогла решить в ней ни единой задачи, я забила на идею поступать туда, где нужна химия. Ты испортила мне жизнь, глупая книжонка. Тогда ЕГЭ еще не был обязательным предметом. То есть не обязательно было для поступления туда, где тебе нужна химия. Сдавать ЕГЭ по химии. Можно было поступать и сдавать экзамен на месте. Вот и я решила, что... Ну, все это в бане. И сдавала только биологию вступительную. И еще я нашла в библиотеке вот такую книгу. Основы химии для детей и взрослых. Ну, так как последний раз химия у меня была 10 лет назад, я подумала, что она может помочь. Вот такой вот набор литературы у нас в распоряжении. Ну и плюс, разумеется, сайт решу ЕГЭ. Я всегда им пользуюсь по биологии, поэтому я думаю, на химии он меня тоже не подведет. Если что-то где-то будет непонятно, я так думаю, меня выручит, наверное, Хан Академия. Я тебе тоже буду оставлять ссылки на их видео, если там будут классные видео по химии. Я думаю, они там есть, потому что по биологии это точно есть. Я воспользовалась своим опытом подготовки к ЕГЭ по биологии и составила для нас план подготовки. Так как я понятия не имею, сколько времени должно уйти на изучение тех или иных тем, поэтому я сделала просто. Я разделила 750 страниц Егорова на 15 недель и получила по 50 страниц в неделю. Именно в таком темпе мы будем изучать химию. 50 страниц в неделю. График занятий тоже есть под видео. Скачивай, смотри, что я там напридумывала. Ну, если есть какие-то замечания, ты уже опытен в химии, скажи мне, где нужно увеличить время или уменьшить. А теперь о том, как же я, ну и ты, будем готовиться. На следующей неделе, то есть 25 ноября, я выложу видео, где расскажу о том, что нам предстоит сделать на неделе. То есть дам задание на неделю, что изучить, что провешать. Это будет официальный старт нашего челленджа. А затем в конце недели, какое там будет число, я уже не знаю, ну, в общем, где-то там начало декабря, первое, второе, мы встретимся. И на вебинаре в воскресенье я расскажу тебе все, что я выучила за неделю. И дам задание на новую неделю. То есть вот так вот и будем работать. Каждую неделю я буду давать задание на неделю, неделю мы с тобой будем все это изучать, а в конце я буду рассказывать для того, чтобы я могла лучше это у себя закрепить в голове, чтобы у меня был стимул это все учить. А ты будешь иметь возможность таким образом повторить, что ты изучил, закрепить. Ну и вот, по-моему, очень даже неплохо, если у тебя есть идеи и другие предложения, как организовать подготовку, пиши в комментариях под видео. Ну что ж, если ты еще не начал готовиться по какой-то причине, хотя я очень не люблю это как репетитор по биологии, то у тебя, по крайней мере, есть прекрасный шанс сделать это сейчас. И если я завалю химию в досрочном периоде, у тебя будет еще пара месяцев на то, чтобы устранить пробелы, что-то исправить и сделать это правильно в основной волне. Так что ты в любом случае в плюсе. Если же с химией у тебя все хорошо, ну, извини, друг, без тебя нам вообще никак не обойтись, нам нужны будут твои советы, поэтому тоже обязательно ставь лайк, чтобы я знала, что тебе нравится эта идея. Обязательно приходи на вебинары, для этого ставь колокольчик, чтобы узнавать о них. И подписывайся на канал, вступай в группу во ВКонтакте, там я буду писать, когда будут новые видео, когда будут вебинары. Добавляйся в друзья, если у тебя есть вопросы, тоже можешь писать мне там. А уже на следующей неделе мы приступим к изучению. Ну, еще разок. Если идея тебе понравилась, ставь пальцы вверх обязательно. Если ты хочешь со мной заниматься, ставь пальцы вверх. Ну, а если ты хочешь просто поржать и посмотреть, получится ли у меня что-нибудь, да, тоже ставь пальцы вверх. Да, все, спасибо за внимание. Я надеюсь увидеть тебя на следующей неделе. И через неделю, и через, через неделю. Ну, в общем, готовься к химии вместе со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok